Межпоселенческая библиотека уже давно стала культурным центром с множеством разнообразных функций. Различные мероприятия здесь проходят постоянно. На протяжении нескольких лет именно в ней проводятся отборочные туры зубовских чтений. Анастасия Цвелёва, готовится Михаил Назар. После этих слов даже непонятно, кто больше волнуется, тот, кто идёт на сцену, или тот, кто только ожидает выхода. Каждый участник, читая стихи, старается наполнить свои выступления эмоциями, поделиться со зрителями своим пониманием текста. Свободный, как вольная птица, и быстрый, как мысли, полёт, невидимый, по небу мчится, мой ветер, вперёд и вперёд. Они живут и живы, без сомнения, они горят, горят, как майский день. И ты услышишь мысли, Рой, что копошатся буль их мозга, и колебания струн души, и сладострастный шёпот сердца. Читают стихи жители Москвы и Московской области, учащиеся в школах, учреждениях культуры и дополнительного образования. Судьям приходится нелегко в течение второго тура. Им пришлось прослушать порядка двухсот участников. Параметры. Выразительность, эмоциональность, актёрское мастерство, соответствие к трене возрасту ребёнка, сценический образ и уровень произведения. Это не к ребёнку больше, а к автору. Потому что были случаи, когда дети выбирали очень хорошее стихотворение. Действительно, выбор стихов – дело первостепенной важности. Одно из правил конкурса – читать следует только поэтов Подмосковья. Большинство участников, как правило, ориентируются на личные пристрастия. То, что для меня близко было, для души, чтобы именно тронуло стихотворение, и от этого уже отталкивалось. Старался чить так, чтобы оно запомнилось и понравилось зрителю. Все участники разбиты на четыре возрастные группы. Жюри отмечают, что хотя возраст отчасти влияет на мастерство, во всех группах за эти дни им не раз встречались по-настоящему талантливые ребята. Та культура сцены, которую иногда дети показывают, она настолько хорошо отображает произведение, что я иногда забываю оценки ставить. Просто потом уже буквально по ощущениям, по воспоминаниям. Но сегодня очень хорошо читают. Мне прям очень нравится. Финал девятых зубовских чтений традиционно пройдет в конце апреля. Максим Козлов, Николай Карбанов, Елена Кошелева. Видное ТВ.